Депутат Госдумы Резван Курбанов ответил на обвинение Кадырова. Он опроверг информацию о том, что принимал участие в подготовке покушения на главу Чечни. Официально заявляю, что я никогда не участвовал в подготовке покушений на жизнь уважаемого Кадырова Рабзану Ахматовича и тому свидетелю Всевышнего. Кадыров несколькими днями ранее заявил о попытке заказать на него покушение и обвинил в этом частности Курбанова. Я молчал об этом, но сейчас я официально заявляю, что объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову и Курбанову, если они не докажут мне свою непричастность к этому. Почему? Потому что я кавказец, я чеченец. Я всегда возвращаю свое домой. Есть свидетели и есть люди, у которых они меня заказывали, говоря, за сколько вы можете принять заказ? Таким образом, Кадыров впервые прокомментировал перестрелку в московском офисе крупнейшего российского маркетплейса Вайлбери с 18 сентября. Тогда погибли двое сотрудников охраны офиса, оба уроженца Ингушетии. На родине рейс с телами встречали несколько тысяч человек. В разборках вокруг маркетплейса также принимали участие бывшие и действующие силовики из Чечни. Их арестовали по делу о стрельбе. Кадыров назвал конфликт Вайлбери с попыткой стравить на бытовой почве народы и призвал высказать претензии, которые есть к адыровцам, участвующим в перестрелке лично ему. Курбанов также прокомментировал обвинения в частности к скандалу вокруг стрельбы на входе в офис компании Вайлбери в центре Москвы. Хочу также официально заявить, что я не имею никакого отношения к этой компании и не имел никогда. И тому тоже свидетель Всевышний. Сулейман Керимов и Бекхан Барахоев, которым Кадыров объявил кровную месть, не раз фигурировали в числе заинтересованных в слиянии Вайлбери с группой компании РУС, которая занимается наружной рекламой. Именно это из-за сделки в конфликт между основателями Вайлбери с Татьяной и Владиславом Бакальчуками вмешался Рамзан Кадыров. Он пообещал вернуть в семью основательницу бизнеса, которая заявила о начале бракоразводного процесса, и вернуть компанию Бакальчуку. Тем временем стрельба в центре Москвы вызвала волнение на Кавказе. Дагестанцы массово начали поддерживать Сулеймана Керимова, записывая видеообращение. «Любая попытка создать для вас дискомфорт – это покушение на нашу честь, как свободных людей». По данным аналитиков, заявление Кадырова о кровной мести может негативно повлиять на ситуацию с безопасностью на Кавказе. Субтитры создавал DimaTorzok